Изюм – одна из глубоких ран на украинской земле, нанесенных захватчиками. Город долгие месяцы был в оккупации, а после освобождения путинские войска не прекращают обстрелами разрушать этот город. Бьют по жилым домам и инфраструктуре. Но, несмотря на это, в родной город продолжают возвращаться люди. Как живет Изюм сейчас, видели наши коллеги. Погибло почти 50 человек. Некоторые говорят, даже больше. Здесь умерли моя тетя, мой брат и его жена. Мы потеряли всю семью. Таковы последствия русского мира для нормальных людей. В Изюме все напоминает о боевых действиях и месяцах оккупации. Множество зданий, объекты инфраструктуры разрушены. А каждый кирпичик руин пропитан болью местных жителей. Владимир не покидал город, оставаясь рядом с пожилыми родителями. Окупация затронула мою семью. Мама не выдержала, умерла. У отца ухудшилось здоровье. Сейчас он плохо себя чувствует, и это не позволяет мне поехать в Харьков на работу. Я к нему привязан, потому что мне нужно заботиться о нем, дать ему лекарства. Он не справится сам. Пережив все ужасы оккупации, люди понемногу возвращаются к привычной жизни. Людей теперь намного больше. Мы уже не одни гуляем в парке. Несмотря на ситуацию, несмотря на состояние города, он стал немного оживленнее. Совсем чуть-чуть. В Изюме все еще слышны взрывы. Временами звучит воздушная тревога. Честно говоря, я считаю, что в Украине сейчас нет безопасного места. Как мы говорим, все может случиться где угодно и когда угодно. Поэтому, когда речь идет о безопасности, все, что мы можем сделать, это надеяться. Вот и все. Ну вот и доказательство того, что я сказала. Мы просто надеемся на лучшее, полагаемся на наши вооруженные силы и надеемся, что все будет хорошо. С приходом большой войны город покинули две трети местного населения. Но после деоккупации люди постепенно возвращаются. В Изюме есть электричество, подключили систему отопления. Где это возможно? В прошлом году в Изюме на зимовку остались 18 тысяч человек, а в этом 25 тысяч. То есть 7 тысяч жителей вернулись домой и благодаря тому, что их дома отапливаются, они теперь постоянно живут в Изюме. Они работают в Изюме, платят налоги в Изюме и активно участвуют в жизни общины и ее восстановлении. Даже спустя год после деоккупации в городе не закрываются волонтерские пункты. В этом во время тревог люди прячутся в подвальных помещениях. Ночуют, остаются иногда, и волонтеры ночуют, и военные иногда, кому нужно. А так на полу спали, здесь вот в этом помещении люди спасали. Ну вы видите, какие своды, какой подвал. Я считаю, что всех объединяет одна надежда на 2024 год, что мы наконец-то одержим победу и война закончится. Я думаю, что это наша главная надежда – мир и спокойствие. Жители Изюма верят в вооруженные силы Украины, которым год назад удалось освободить город, и что победа обязательно будет. А тогда украинцы, сплотившись, примутся восстанавливать все разрушенное россиянами.